Главная причина нашего несчастья – алкоголь. В начале 20 века речь Михаила Челышова вызвала массу разговоров и споров, запрещать ли спиртные напитки в империи. Вы смотрите программу «Город С». С вами Мариана Мирная. Обсуждаем сегодня персону Михаила Челышова с писателем Дмитрием Агалаковым. Здравствуйте. Добрый день. Ну так, с места в карьер, так скажем. Михаил Челышов – знаковая персона для Самарского края. И один из самых опознавательных знаков, что боролся он в первую очередь со спиртным, с алкоголем. И не только о запрете продажи речь шла, но и запрете пивоварения, винокурения и прочего. Да. Я, когда писал роман о Челышове, он называется «Апостол народной трезвости» Михаил Дмитриевич Челышов. Дело в том, что «Апостол народной трезвости» его называли и в России, и даже в мире. Я для себя открыл человека. Я вырос рядом с Челышовским домом, самым большим. Вот. И эта фамилия всегда была у меня на слуху. С самого раннего детства. Именитый купец, миллионер, да, очень предприимчивый человек, домостроитель. То есть, как бы, вот так вот. Но потом, да, боролся с алкоголем. Но когда я стал открывать эту тему, вот, раскрывать ее для самого себя, я увидел такого гиганта, что я даже не готов был обнаружить такую фигуру. Потому что мы знаем там все, все-таки, там, Алабина, вот такие вот, там, Грота. Вот. Но я не думал, что купец Челышов был такой значимой фигурой для всей России того времени. Вот. Его судьба уникальна. И уникальнее многих. Дело в том, что он вышел из простого крестьянского сословия, из староверов о Владимирской губернии. Вот. Но, видимо, харизма такая была мощнейшая в этом мальчишке. Вот, кстати, он был двухметрового роста. Он был великаном. Он был косая сажень в плечах. Это вообще был гигант. То есть, буквально. Вот. Они... Он приехал в 16-17 лет, когда ему был, так сказать, отец с артелью. Отец был маляром. Он отказался, как бы, крестьяничать, пахать землю. У него хорошо получалось малярничать. И вот, значит, отец сколотил артель. Старшего сына Михаила взял, как бы, себе в помощники. Вот. Взял... И у него было еще, так сказать, двое маленьких сыновей. Вот. Он всех привлек к этому делу. Создал артель наемных рабочих. И вот они однажды услышали, что существует такой город Самара. Город, разрастающийся буквально на глазах. Где-то там... Точно историки сказать не могут. Ну, где-то в 1880-1881 году они прибыли в Самару. И подрядились работать у знаменитого купца Оржанова. У нас в Самаре было несколько купеческих фамилий, очень знаменитых Шахабаловы. Самые знаменитые Оржановы были приблизительно на втором месте. И вот, значит, в доме у Оржанова... А поскольку староверы, они были... Во-первых, они были непьющие, что самое интересное. Это идеальные работники, наверное. Это были идеальные. И они собирали только староверов. Вот что самое интересное. Вот. И потом они были ученые. Они читали книжки. Что самые те... Вот простые крестьяне, они были все грамотные ведь. Вот. И, значит, мальчишка, когда другие спали, когда другие отдыхали, он 16-летний, у него силы было немерено, он нашел библиотеку в доме Оржанова и читал книжки. И однажды Оржанов его за этим делом застал. И дальше, как повествует легенда, все краеведы говорят по-разному. Но я все-таки придерживаюсь фамильной версии, которую излагает Михаил Владимирович Кабаченко-Челышев. Вот. И она вполне, так сказать, достоверна. Что Оржанов, удивившись необыкновенно смышленому мальчишке, он зовется его отца и говорит, я бы хотел дать вам на раскрутку 10 тысяч рублей. Да, сумма огромная. Некоторые наши краеведы говорят, да разве он мог дать такую сумму? Да почему нет? Если это был мультимиллионер по тем временам. Если он владел огромными землями, вот, там, мельницами, прочими предприятиями, почему ему не дать в долг людям, которые ему понравились 10 тысяч рублей? Ну, дело в том, что не зря он им дал. Они раскрутились. Они смогли раскрутиться на эти деньги. Они их вложили сразу в несколько дел. Вот. И в первую очередь они создали много малярных бригад. И эти бригады, они работали не только в Самаре, но и в других городах. Они деньги не пропивали, как пропивали все остальные. Вот. Очень многие. Вот. Все это у них было, так сказать, в кубышечку. И все в развитии дальше дела. И вот в течение короткого срока времени они умудряются развернуться так, что они становятся серьезными капиталистами. Из простых муляров они выходят. Ну, пишут, что купцом, да, в итоге как бы он стал купцом и потом занимался и строительством, и какие-то курировал уже даже там строительство храмов и прочее. То есть поднялся человек не слабо. Это будет, да, буквально, так сказать, вот в ближайшее время. Дело в том, что он еще заинтересовался политикой. Вот. И в 26 лет, в 26 лет молодой человек, который в 16 приехал простым мальчишкой из простого сословия, он в 26 лет становится депутатом Самарской думы, гласным Самарской думы. Всего через 10 лет. То есть я говорю, это какой нужно внутренней силой обладать, каким умом, какой харизмой, какой перспективой вот своих внутренних всех сил и ресурсов, чтобы вот так вырваться. Вот. А потом уже, потом уже, конечно, наблюдая за русской жизнью, ведь дело в том, что во всех своих речах, которые произносил Челышев, Михаил Дмитриевич, он не просто как-то говорил в порыве, что не пейте, козленочком станешь, да? Нет, он приводил потрясающие статистические данные. В каждой его речи там такая аргументация, такое ощущение, что он знал вообще все состояние экономической России. Причем он предлагал, я об этом скажу, он предлагал замену, как заменить тот убыток, который понесет, скажем, страна, если она потеряет доход от алкоголя. Вообще, кстати, он говорил, вот я тоже привожу его цитату в книге, он говорил так, как страна может называться христианской, которая живет с дохода от спаивания своего народа. Дело в том, что бюджет Российской империи на четверть, на треть, приблизительно вот так, он состоял из продажи, из денег с продажи алкогольной продукции. Он говорил о том, что там сотни тысяч и даже миллионы шинков, это маленькие какая-нибудь забегаловочка, разбросаны по всей Руси. Вот. Тогда еще люди в конце, во второй половине 19 века, они еще не понимали, что это болезнь. Пьешь, веселишься, да все нормально. Вот. Но зарубежные психиатры, с которыми потом позже стал списываться Михаил Дмитриевич Зилышов, они уже стали понимать, что это не просто так, что с этим должно быть как-то нужно бороться. Тогда приблизительно в последней четверти 20-го, 19-го века значит, известные вот психиатры стали организовывать все первые как бы психиатрические там вот лечебницы, где стали смотреть на людей, что с ними делает алкоголь. Вот. Но настоящая борьба Михаила Дмитриевича, она была впереди. Дело в том, что когда он стал сенатором Самарской думы, вот, он понял, что нужно идти дальше. Вот. Дело в том, что был в 1905 году, как мы знаем, был манифест 7-го, сейчас забыл, 17-го или 7-го, господи, октября, октябристы, после партии образовалась, когда был образован парламент общероссийский. Первый. Была первая дума, она была разогнана, потом была вторая революционная правильность, что ее разогнал Столыпин, и была третья. Из крупных, в общем-то, предпринимателей, уже разумная такая дума, вот в нее в 1907 году и вошел от партии октябристов, от Самары Михаил Дмитриевич Челышов. Он был 5 лет, до 1912 года, и вот за эти 5 лет он произнес около 100 речей, которые взбудоражили не только Россию, но и весь мир, в Европу точно. Он списывался с десятками, значит, психотерапевтов за границей. Он провел какой-то потрясающий вот статистический анализ, из-за чего происходит преступление в стране. Вот. Тоже связанное, да, с алкоголем? Все с этим, да. Что 90 людей, которые сидят в тюрьмах, преступления совершены об алкогольном опьянении. Что земля пустеет, что крестьяне пропевает свои, в общем-то, свое добро, все несет, да, в шинок, как он это называл, или в казенку. Это второе его, главное его слово, потому что в какой-то момент продажа спиртного взяло на себя государство. Вот. И казенка, это, значит, казенная лавка. И там, он говорит, что где раньше, никогда. Дело в том, что было такое понятие, как приговор. Крестьяне, когда, если они видели в деревне, в каком-то маленьком там общности, в нескольких деревнях, в объединениях, вот, если они видели, что алкоголь мешает вообще их жизни, они выносили приговор и убирали все спиртные лавки из своего селения. Это назывался приговор. Этих приговоров были тысячи по Руси. Но потом граф Витте, который был, значит, главным министом финансов, вот, он, в общем-то, взял продажу, перенаправил продажу спиртного, чисто взял, в государственное русло направил. И там, вот, где писал Челышов, там, где не было раньше шинка, магазинчик появился. Вот. И то, что вот он приводит, какие данные, они все в книжке у меня есть. То есть, на самом деле, Россия, Русь, Россия, она конкретно спивалась. И еще один важный момент. Русско-японская война, как свидетельствовали и историки, значит, европейские, и то, о чем говорил Михаил Дмитриевич Челышов, во многом была проиграна из-за того, что тогда не было запретительных мер алкоголя. Тысячи пьяных солдат, вот, которые проигрывали битвы, потому что русско-японская война была позорно проиграна, началась революция пятого года, все это было завязано вот на этом. А что, вот эта информация, что бани, которые принадлежали Челышову, что в них как-то подпольно продавались алкогольные напитки, это злые языки или что это такое? Я сейчас все расскажу. Дело в том, что эта ситуация, до кого книжка выйдет по гранту, по городскому, небольшое количество, но во все городские библиотеки она попадет. Кому будет интересно, обязательно ее прочтет. Очень подробно описана эта ситуация. Я сейчас расскажу. Она действительно в книжке, такой маленький такой детективчик, вот в историческом романе, маленький детективчик с этими банями. Дело в том, что главным противником в Самаре, у Челышова, был пивозаводчик фон Вакана. Ну, конечно. Вот, они были враги не на жизнь, а насмерть. Причем, как бы, фон Вакана, он очень предприимчивый был человек, и он создал дешевое вкусное пиво. Вот. Построил в течение года пивозавод, выкупил эту землю, был супер предприимчивый человек. Вот. И, если другое пиво было, Петцгольд, там еще другие фирмы, они были дороговаты, то это могли купить все. И ужираться обычным пивом могли все. Грубо говоря, ну, ничего. Ну, я говорю, как оно есть на самом деле. Вот. Значит, и, конечно, они воевали. И когда Челышов боролся с трибуны, а ведь он был выбран, я говорю, в Третью Государственную Думу, вот, он охватывал, его речи печатались во всех газетах, вот, чтобы просто вот люди понимали, наши слушатели, что когда Челышов умер, во всех газетах страны, в сотнях и тысячах газет напечатали, что умер Челышов. Он был фигурой знаковой вот того периода. Конечно, каждая его речь, это была гвоздь, вот, фон Вакана, безусловно. И в какой-то момент, а тут еще, значит, случилось, конечно, тут вот у них еще на Самарской земле произошли стычки различные. Фон Вакана решил его убрать с политической арены. Да. Получилось так, что, во-первых, когда говорят подпольная продажа, эти бани принадлежали Челышову. Если бы он хотел, вот люди, главное, не могут понять, кто немножко не понимает ситуации. Если бы он хотел, если бы он был бы, продавал бы спиртное, он бы мог бы не продавать из-под полы, он мог бы все уставить и получать огромные прибыли. Но на банях была табличка, значит, что здесь пиво не пьют и другим не дают, то есть буквально. Но, увидев, сколько работники бани, он немножко себя подставил, увидев, сколько работники бани получают и накручивают денег, он сказал им, как бы у батюшки, у Дмитрия Ермиловича Челышова, вот у купца, у его отца, тот был, видимо, более таким снисходительным. А этот сказал, вы и так получаете, я у вас зарплату заберу. То есть вот там быта, и никто не уволился. Они и так хорошо получали, но они решили, в общем-то, приторговывать. Наверное, не приторговали, хотя было запрещено. Но тут была разыграна сцена. Значит, несколько, два работника пивзавода, значит, как потом это выяснило все, это совершенно, так сказать, это правда, это истина. Вот. Значит, они приглашают гулящих женщин в эту баню, они покупают буквально двух проституток, они покупают спиртное. Вот. И еще один человек, тоже работник пивзавода, некто Коновалов, все фамилии, на самом деле, подлинные. Все имена, даже этих двух дам, которых они пригласили, все подлинные. Все это осталось в полицейских списках. Детектив 900 какого-то года. Да, да, да. Вот. Значит, и вот этот Коновалов, он приходит, как бы он хотел бы там, значит, в банке-то попариться, спокойно посидеть, кваску попить. А тут сволочи разгулялись. Тут, значит, самое, тут с этими, вот, значит, да, с проститутками, значит, буянят, пьют. И он идет в полицейский участок и жалуется. Берут, хватают полицейского, некого Балина, притаскивают его в баню. Посмотрите, видите, что... И вот после этого момента никто же не запрещает в этих банях не водить туда никого-то, не пить там что-то. Но самое главное, что это происходит в бане Челышова. И тут же, как по волшебству, во всех газетах начинается травля. Посмотрите, что он делает. На самом деле у него там продажа спиртного. Вот. Он тут в Москве читает, в Петербурге, пардон. Он в Петербурге, значит, тут нам читает, вот, лапшу на уши вешает про то, что он трезвенник, и что все должны быть трезвыми. А на самом деле из-под полы торгует, вот, значит, самое, вот водкой, вином, пивом. Главное ведь оклеветать человека. Вот, оклевета. Я даже использовал вот в книжке арию доктора Бартола из Сивильского цирюльника, где он поет про клевету. Вот. Очень удачно, я думаю. И вот эта вот клевета, она пошла. Ведь было такое, значит, самая была газета, направленная в Петербурге, издавалась против Челышова, называлась представителем Челышовщина. В этой газете, в самарских газетах. То есть, многим он покоя не давал. Да. И вот два года его имя трепали, пока он, пока не разобрались, пока люди не взялись посмотреть, а кто же его обвинил. Ну, что самое интересное, справедливость восторжествовала. Увидели, что люди, которые обвиняют, на самом деле, и тот же Коновалов, и эти два, которые, значит, там, с этими, значит, девками сидели, что все работники певзавода. А вот. Все вскрылось. Его имя было оправдано. И больше того, в конечном итоге это сыграло даже на пользу Челышова, потому что люди увидели, что фонд Вакана его подставил, а что Челышов-то невиновен. И это сыграло ему плюс, когда он выбирался на пост городского головы. На секундочку прерву наш диалог. Вот такая уникальная персона, что даже молодежный лагерь в Самаре назвали именем Челышова. У нас есть небольшой сюжет. Давайте посмотрим и вернемся. Ученицы восьмого класса Катерины Матросовой всегда есть чем заняться. Летние каникулы – не повод отказываться от знаний, уверена девочка. Чтобы познакомиться с новыми друзьями и узнать много нового о родном крае и истории города, записалась в молодежный лагерь имени Михаила Дмитриевича Челышова. Загорелось желанием. Стало интересно, что это нашего заместителя директора по воспитательной работе доставал, наверное, с апреля. Когда же придет письмо, когда можно будет пойти, вот я здесь. Михаил Кабаченко – внук известного общественного деятеля и президент Всероссийской общественной организации «Челышов фонд». Приехал из Москвы в Самару, чтобы рассказать школьникам о своем легендарном родственнике. Один из самых важных жизненных уроков, полученных заочно от деда, увлеченность своим делом, вера и умение добиваться желаемого. Он замахнулся на очень сложное дело, борьба с пьянством. Его называли апостолом трезвости. И он при своей жизни увидел результат своих трудов. В 2014 году, как вы знаете, в России был введен, его в значительной степени стараниями, сухой закон. Лагерь имени Михаила Челышова второй год подряд открывает свои двери для любознательных самарцев. В этом году – столетие со дня смерти Михаила Дмитриевича. Обширная программа, которую подготовили для ребят, включает в себя творческие мастер-классы, литературные беседки и краеведческие экскурсии. Если будет желание ребят, мы готовы принимать достаточно большое количество детей и готовы работать, допустим, не в режиме трехдневном, а гораздо более продолжительное время. За три дня работы молодежного лагеря ребята познакомятся с историей родного края, научатся писать стихи и найдут новых друзей, с которыми обязательно встретятся в следующем году. Ну вот мы посмотрели, был у нас комментарий внука Михаила Дмитриевича, да, давайте немножечко коснемся этого, потому что тут можно поговорить, да, непосредственно с человеком, который в родстве состоит и в близком родстве, и многое тоже, наверное, может рассказать. Вы познакомились? Да, конечно, мы неоднократно общались, вот, он прекрасный рассказчик, но я не скажу, что он так много знает о своем дедушке. Я когда начал копать этот материал, я думаю, что я теперь даже больше его знаю, да, о его потрясающем, вот, деде. И вот что самое интересное, вот он сказал, что да, в 14-м году, чтобы не повторить ошибок русско-японской войны, еще до начала войны ввели сухой закон, во многом благодаря стараниям именно Челышова, потому что он в Третьей Думе создал комиссию, объединил вокруг себя огромное количество людей, как бы вот по отрезвлению страны. И что интересно, когда ввели сухой закон, то, за что он боролся, оказалось явным, потому что, вот это тоже у меня в книге есть, известный, значит, русский врач, я забыл фамилию, в книжке, вот она упомянута, его фамилия, он говорит о том, что, значит, в медицинских лечебницах вдруг пропали трупы для исследований, потому что самоубийства прекратились на алкогольной почве, просто убийства, прекратились уличные драки, крики, вопли. Замерзать, наверное, меньше стали землёй. Люди перестали попадать под поезда, что раньше случалось часто, то есть, и больше того, у людей появились деньги. В 2014 году, уже когда началась война, осенью 2014 года, люди положили в сберкассы в два раза больше, чем в 2013 году, когда войны не было. Вот это факт удивительный сам по себе. То есть, какое количество денег люди пропивали. То есть, насильственным каким-то, ну, условно, насильственным методом русских можно отрезвить? Ну, видимо, да. Да, вот, но именно какой-то должна быть воля, должна идти сверху, потому что потом эта воля, в общем-то, воспринимается уже действительно как какое-то лекарство. Наверное, да. Потому что если дать человеку распоясаться, в принципе, человек может до такого дойти. О книге давайте ещё вернёмся, поговорим. Несколько слов. На каком этапе, когда книга увидит свет, как она будет называться? Только рабочее там название, или уже всё итогово, вот, про апостолы трезвости? Я хочу, да, значит, сказать, во-первых, книга выйдет в серии «Лидеры Самарского края». Вот я одну из книг вот сюда принёс. Это книга о нашем замечательном губернаторе Гроте. Дело в том, что в своё время, когда я заканчиваю обучение в Литинституте в Москве на ВЛК, мне пришла идея создать самарскую серию «ЖЗЛ». Только она стала называться «Лидеры Самарского края». Первый роман был «Князь Григорий Засекин». Он переиздавался дважды в Самаре, дважды в Москве, в Москве, как воевода Дикого поля. Потом был Пётр Алабин. Это всё были губернские гранты. Пётр Алабин в Москве тоже переиздавался, как «Волжский рубеж». Потом была книга о Гроте. Это тоже губернский грант. Потом была книга о Головке. Это городской грант о нашем замечательном художнике, который хотел построить дворец искусств на свои деньги, на 600 тысяч царских рублей. Это приблизительно 30 миллионов долларов сегодняшних. Но ему революция помешала. Потом была книга «Самарская казачья вольница». Это о наших четырёх удалых казаках. Мало кто знает, что Ермак – это самарский казак. На тот момент, когда они уходили в Сибирь, их домом родным было место от реки Самары до Жигулей. Матвей Мещеряк, Иван Кольцо и Богдан Барбош – единственный, который с ними не пошёл. Вот эти трое казаков, они отправились, завоевали Сибирь. Ермак и Иван Кольцо погибли там. Матвей Мещеряк вернулся, с Барбошей объединился. И на реке Яйки, на Урале, основал Яйцкий городок. И они там противоборствовали ещё на Гайской орде. И, в общем-то, её разбили, в конце концов. Вот в одной из решающих битв. Книжка, значит, о Челышобе. Вот сейчас она уже дописана. Всё, она уже дописана, она уже отредактирована. Она буквально сегодня-завтра уйдёт в печать. И в течение месяца она будет издана. Вот. Так что вот так вот. Я так понимаю, что городская администрация поддержала этот проект каким-то образом. И дальше, вот вы сказали, что в библиотеке, в городские, во всяком случае, она точно поступит. Вообще, большое спасибо и областной администрации, которая выделяет мне гранты. И огромное спасибо городской администрации. У нас очень культурная администрация. Особое спасибо Татьяне Викторовне Шестопаловой, которая поддерживает вот этот проект. Потому что без поддержки города и области этой серии бы не было бы. Вот. А я был, значит, на съезде осенью прошлого года, на съезде директоров Литфонда России. И на банкете мы разговорились. Оказывается, ни в одном другом городе такой серии нет. Это вот моё ноу-хау, то, что я придумал именно для своего города. Это находит большой отклик, потому что все книги, издающиеся в этой серии, они уходят по библиотекам города и области. И все могут их прочитать. Почему книга о Челышове, почему мы называем её социально значимым проектом? Что такого в ней есть, что обязательно каждый самарец, не только самарец, должен прочитать и знать? Ну, в предыдущих, как бы, в ответах вопросов мы уже, наверное, это обсудили. Всё-таки социально значимым, потому что Челышов был одним из, я считаю, одним из лучших и интереснейших граждан Российской империи на тот момент. Дело в том, что он проявил именно свой гражданский долг вот в борьбе с жутким пороком. Ведь его могли убить, ведь он боролся с целой алкогольной мафией. Окажись, он в 90-х годах, его бы пристрелили бы. Но тогда убивали людей, революционеры, направо-налево. Тогда взрывали, людей пачками убивали. Тем не менее, он выходил, и несмотря на клебету, он как Катон, который говорил, а графоген должен быть разрушен. Его, кстати, Катоном тоже называли. Он говорил, что в России должен быть введён сухой закон, иначе страна будет расчленена и разрушена. Кстати, что и случилось в 1917 году. Революция по Брестскому миру. Отхватили огромную часть русских территорий, отдали немцам. И та империя, которая была, она перестала существовать. В принципе, он просто пророчески говорил о том, что потом и случилось. – Какие ещё планы после книги Челышова? Какие в разработке, может быть, персоны? – Конечно, безусловно. Вот сейчас город мне заказал книжку, она уже в работе. Это книга о Петре Львовиче Монастырском. Столетие со дня его рождения. Он 15-го года рождения. Так что, я надеюсь, эта книга должна выйти где-то, ну, может быть, в ноябре. Вот так вот. – Следующего года? – Этого года, я надеюсь. – Про Монастырского? – Конечно. – Уже? – Да. – Ничего себе. – Вы знаете, я вообще очень работоспособный человек. У меня в этом году уже, по-моему, две или три книги вышло. И в Москву я сейчас вот отправил один свой очередной исторический роман. Я вообще много работаю. Так что для меня это… – Нормальное производство, да? – Для меня это совершенно нормально, да. – Я работаю в своем нормальном писательском режиме. – Вообще, написание книг о знаковых персонах, то есть, это же не фантазия на тему, да? То есть, это работа вас в качестве и историка, и краеведа, да? И, ну, писателя, соответственно. Как собирается эта информация? С чем сталкиваетесь? С какими проблемами? Коротко, да? И наоборот, что легко получается? – Вот самая уникальная, как получилась информация, именно с отцом Самарской губернии Константином Карловичем Гротом. Когда я получил грант, я знал эти сухонькие статьи наших, в общем-то, краеведов, о нем информации было не так много. И только по Самаре. Но сейчас идет оцифровка архивов по всей стране. И вот только я выигрываю грант, и сразу я нахожу в интернете книгу, написанную его племянниками, детьми Якова Карловича Грота, известнейшего академика, воспитателя царских детей, его старшего брата, с ятями середины XIX века. Там здоровый труд, который посвящен именно документальной Константину Карловичу. И также семейный архив выложен об Иакиме Гроте, о том самом легендарном пасторе, который приехал на Васильск в острове и построил церковь. И, в общем-то, подружился с царской семьей, с Екатериной. Его друг еще по Кенигсбергу был Григорий Орлов. Там интереснейшая история двух Гротов, деда и внука. Одна идет линия в XVIII веке, другая в XIX. То есть вот работа с архивными данными. Вот она мне очень здорово помогла. Ну, вот так вот, да. Остается две минуточки буквально до конца эфира. Такой вопрос. Какому поколению адресована книга про Челышева? Кому читать или всем читать, или кто поймет, кому ближе будет, на Ваш взгляд? Ну, я думаю, что о Челышове где-то, наверное, сейчас ведь ставится маркировка. 16 плюс я поставил. 16 плюс я поставил, да. Вот сейчас тут только началась вот эта маркировка ставиться. Мне предупредили, что не обязательно это нужно сделать. Так что в кон ваш вопрос. 16 плюс. А вообще об этих людях, я думаю, что 16 лет уже можно легко читать и вникать в эту информацию. Потому что история своего города будет впитываться буквально в кровь молодого поколения. Причем пишут книги о таких людях, которых можно поставить в пример, которые преобразовывали и свой город, и свое государство, которые думали о будущем. Вот так вот. То, что в нашем городе сейчас последние несколько лет, так скажем, активно возрождается именно Самарское, Самарского края и прочее. Вы как писатель к этому, я думаю, хорошо, да, относитесь? Вы знаете, я ведь работал всю жизнь журналистом с 21 года. Я написал массу статей, сотни о Самарском крае. Об этих людях только еще, когда был начинающим журналистом, я уже писал о них статьи. Поэтому для меня это моя тема, я всю жизнь писал. Конечно, я еще автор романа, скажем, об Алиноре Квитанской, о Жанне Дарк, там, о много о ком. Но Самарская тема всегда занимала особое место в моей жизни. Вот, поэтому я занимаюсь этим всю жизнь и буду заниматься, потому что я люблю свой город, вот, и верю, что у него интересное и замечательное будущее. Ну, вы молоды, я думаю, вы еще способны. Ну, я в зрелом состоянии, да, но тем не менее, да. Будем надеяться, что много книг впереди, да. Спасибо огромное, что пришли. Будем с нетерпением ждать выхода книги о Михаиле Челышове «Знаковая персона для Самары». А со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!